Привет! Для меня выпала большая честь познакомить вас с интересной гарнитурой, интересным дизайном и уникальным креплением, ранее для меня неведомым. Но да, такие существуют и не только у этого бренда, а именно сегодня на обзоре гарнитура от бренда Sonac модель S6S. И одну гарнитуру бренд Sonac предоставил исключительно для вас, дорогие, для вас, зрителей канала «Заиграйчики обзоры», чтобы мы ее разыграли, кому-то подарили. Условия конкурса указаны в описании под видео и в закрепленном комментарии. Данная модель запакована в премиальную упаковку. Сначала снимается верхняя часть, а потом открываются крышки самой коробки, а внутри нас встречает кейс с гарнитурой. В самом низу располагается конверт, в котором находится кабель для зарядки и инструкция. И кое-что еще, а именно VIP-карта и еще купон на скидку. Отлично, отсканировав который, можно получить его. Кабель для зарядки обычный, USB Type-C длиною около 25 см. Инструкция предусмотрена не только для нашей модели S6S, но и для модели Sonac S6S Max и версия AI с интеллектуальным каким-то режимом. Инструкция на двух языках, китайский и английский. Ну и как вы понимаете, нет никаких насадок для того, чтобы можно было использовать их для смены. Маленькие, средние или большие. А все потому, что у нас необычный дизайн. Можно сказать, какие-то космические капсулы. Вы только посмотрите. Что это? Это просто какие-то необычные, прикольные магнитики. О чем вам говорит этот звук? О том, что здесь у нас необычный корпус. На первый взгляд, посмотрев на их внешний вид, конечно же, понимаешь, что у них довольно броский вид. Необычный. В виде клипсы. И если вы раньше их не видели и не знаете, какие ощущения от их использования, то, честно скажу, у меня на обзоре впервые от бренда Sinac или вообще от какого-либо бренда данные наушники. В начале 2024 года компания Huawei выпустила свою модельку похожих наушников. И сейчас другие разные бренды стали выпускать подобные клипсы. Но знаете, в чем интересная фишка? В том, что компания Sinac, она говорит, что они стали раньше, чем Huawei выпускать подобные наушники. И еще компания заявляет, это я прочитал в отзывах на сайте Алиэкспресс, когда они отвечали тем, кто стал реальными владельцами, что корпус у них изготовлен, ну, не только из пластика. А знаете еще из чего? Как указано вот в этом отзыве от производителя, изготовлен из сплава никеля и титана. Поэтому по звуку, кажется, все сходится. Здесь магнитик. Хороший магнитик. Крепко держится. И сейчас будем с ними знакомиться. Прежде чем рассмотрим кейс, давайте продемонстрирую мои впечатления, когда я хочу их вернуть в кейс. Вот скажите, если они внешне идентичны, полностью идентичны, и не смотреть на надписи, которые есть, где левая, где правая, то скажите, куда мне их сейчас вернуть? Не угадаете. Но магнит подскажет. Вот сейчас слева я держу наушник левый. Все соответствует. Но так как я его держу неправильно, я хочу его вот сюда и вернуть, чтобы кругляшком он сюда встал, а он не хочет, он прям просится, забери меня отсюда. Видите, как точно так же и этот. Он не хочет сюда попадать. А теперь показываю наоборот. Левый я возвращаю назад. Если он непослушно сюда возвращается, он не отсюда. Это чтобы вы могли почувствовать, куда его нужно вернуть. Вот смотрите, возвращаю левый в левый. Просто так хаотично бросаю. Все. Он прям бросится туда. Теперь правый. Пожалуйста. Все. И вот теперь проверим, как он держится. Отлично здесь они держатся. Крышка здесь тоже с доводчиком и с фиксацией. Вот, держится отлично. Закрываю. Плотненько. Щелчок. Отлично. Посмотрите, какая компактная форма. Есть индикатор, надпись. Ну, он больше такой матовый. И моделька доступна не только в черно-сером цвете. Гарнитура еще доступна в синем цвете. Такой, как у нас сейчас на обзоре. Моделька фиолетовая. Вот здесь она запакована. И будет отправлена кому-то, кто выиграет в конкурсе. Распечатывать не буду. Есть еще модель серебристая. И есть коричневая. Или я бы ее назвал такая в золотом стиле. Целых пять цветов. Ну, и как вы видите, тут уже видно цена. Сейчас во время распродажи 36 долларов. Но можно купить еще дешевле, если использовать один из промокодов в описании под видео. И те, которые здесь указаны. Гарнитура имеет компактные размеры. 26 миллиметров в ширину и 23 миллиметра в высоту. Кейс в высоту 28 миллиметров, а в ширину 62 миллиметра. Емкость аккумулятора в кейсе составляет 400 миллиампер. А емкость аккумулятора в гарнитуре 40 миллиампер в каждом. От одного заряда гарнитура работает около 7 часов. А общее время работы вместе с кейсом около 38 часов. Кейс заряжается около 2 часов. Нельзя не заметить, что они полностью глянцевые. Рассмотрев его вблизи, можно увидеть, что он состоит из двух частей. И вот это с эффектом памяти душка. Вот так вот они могут раскрываться. Закрываются они тоже плотно. Видите? С этой стороны располагается за ухом вот этот бочоночек, находясь в сенсорной панели. Управление вы будете производить вот так вот. Нажали play, pause. А остальные, двойное и тройное, настраивайте в мобильном приложении. Отчетливо видно надпись SONAC. Здесь имеется индикатор. С этой стороны у нас тоже имеется микрофон. Здесь сетка, которая защищает внутренний динамик. На внутренней части имеется отметка, где левый, а где правый. И ниже располагается два контакта для зарядки. А здесь внутри магнит. Если прикоснуться, они очень магнитятся. Держатся друг за друга плотно-плотно. Как два эмбриончика такие. Близняшки. В каждом из них есть два встроенных микрофона. Один отвечает за разговор, а второй за шумоподавление. Конечно же проведу тесты и хочу, чтобы вы оставили свой отзыв в комментариях, что вы думаете о качестве звука. Дальше мы его будем тестировать. У кейса тоже есть отметка, где левый, а где правый. Все соответствует. Углубление в крышке. Контакты для зарядки. Чтобы выполнить первое сопряжение, необходимо, чтобы гарнитура была в кейсе, открыть кейс и поднести ее к телефону. В телефоне включить Bluetooth. Скачать приложение Sonac. И после этого извлечь гарнитуру из кейса и следовать инструкции на экране. Если заглянуть в профиль Bluetooth, то можно увидеть, что поддерживает кодек AAC и конечно же SBC. Еще подключил к iPad и без проблем данная гарнитура работала. Кстати, с двумя устройствами данная гарнитура работать не может. Только с одним. Через мобильное приложение можно даже найти гарнитуру, если она по-прежнему находится в зоне подключения вашего смартфона. Нажимаем на кнопку найти. На карте отображает последнее примерное место, правда, на китайских картах. И можно вызвать звуковой сигнал на левом или на правом наушнике. И вы буквально будете слышать, где-то, например, в траве будет пищать данная гарнитура. Перейдя в настройки самой гарнитуры, можно увидеть отображение заряда каждой гарнитуры, но не вижу заряда кейса. Ниже настройка по двойному и тройному тапу. Можно установить громкость, либо переключение треков и вызова голосового помощника. Включение или выключение режима игры с минимальной задержкой, который дальше мы протестируем. И настройки эквалайзера. Еще есть отдельно режим настроек самого приложения, где можно выбрать язык, а также сбросить на заводские настройки. Теперь вхожу в мобильное приложение и включаю игровой режим, в котором минимальная задержка. И запускаем тест. Отлично. Теперь запускаем музыкальные треки. Громкость устанавливаем максимум. Слушаем. Оденьте гарнитуру. Громкость устанавливаем. Думаю, этих тестов достаточно, чтобы понять их громкость. Что есть и бас, и средние, и высокие. Но дальше я поделюсь своим отзывом о качестве звука в конце видео. Если уж очень интересно, следи за тайм-кодами. Итак, запись начата. Я сейчас позвонил на этот телефон. И окружающая среда в кафе. Видно, что я в кафешке. Звук идет со стороны собеседника. Я помолчу, чтобы вы послушали, какие звуки улавливает этот телефон. И сейчас переключусь на наушники. И сейчас вы уже слышите звук из гарнитуры Senac S6S. Та же обстановка. Тот же шум. Тоже кафе. Без всякой обработки. Как есть. Что скажете? Снимаю один науки. Раз, два, три, четыре, пять. Подбросываю на рту. Возвращаю назад. С легкостью делся, как вы видите. Точно так же этот. Снял. Один, два, три, четыре. Пять, шесть. Раз. Главное направишь и пусто. И дальше он сам и пусто. Ощущения, друзья, просто необычные. Потому что не привык. Гарнитура этого типа в ушки надо по-другому крепить. За ушки пучков нет. Но их вообще не ощущается. Нету какого-то давления. Благодаря их вот этой обтекаемости, плавности. Все просто классно. Переходим в студию и подводим итог. Гарнитура действительно имеет особенный уникальный дизайн. Дизайн 24-го года. Я бы так его назвал. Их можно отнести к открытому типу. Но которые крепятся с помощью клипсы прямо на ваше ухо. Хорошо держат связь. Не разрываются. Быстро подключаются. Могут работать в монорежиме. Ведь каждая гарнитура имеет собственный микрофон. Громкость умеренная. Я бы не сказал, что они очень громкие. И действительно бас есть. Но как у открытого типа гарнитуры. Но есть одно но. Если голову во время использования гарнитуры наклонять влево или вправо. И у вас прикосновение гарнитуры к вашему телу. То происходит ложное срабатывание. Срабатывало во время воспроизведения музыки пауза или плей. Мне это очень не понравилось. Я почитал отзывы. У некоторых людей тоже эта чувствительная сенсорная панель срабатывала. И поменять в настройках в мобильном приложении нет возможности, чтобы вообще по одиночному касанию не реагировало на плей или паузу. Либо у меня попалась очень чувствительная сенсорная панель. Либо специфика уха, что сзади этот бочоночек касается к телу. Либо я не знаю в чем дело. Ну и как вы заметили, хотя производитель заявил, что есть во время телефонных разговоров шумоподавление. Но никаких алгоритмов срабатывания по шумоподавлению во время тестирования я не заметил. Я думаю вы тоже это заметили. А микрофон средней чувствительности ваш голос улавливает и собеседник вас в принципе будет слышать хорошо. Не забудьте подписаться, принять участие в конкурсе и поставить лайк. Рад был с вами поделиться обзором на данную новинку. И прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.